Всем привет! Сегодня мы с вами увидим, как работает наше новое изделие, наша мастерской. Вот так вот можно прямо сказать. Это разметочный инструмент, сделанный по находкам в древнем Новгороде. Этот инструмент означен для того, чтобы... То, что сейчас называется в столярном деле, префуговка. Но в древности это делалось топором. Назывался такой прием натезка. Когда бралась уже обтесанная, строганная доска, к ней прислонялся вот такой инструмент, назывался он черта или чертилка. Это ближайший инструмент, сейчас который к нему современно существует, называется плотницкая черта. Это столярная черта или чертилка. Он вид такой двурогой вилки имеет. Сейчас покажем, как это происходит. Мы имеем одну доску, уже строганную, просто в данном случае для образца. И одну доску вот, просто кусок доски тоже, который имеет неровный край. Мы можем что сделать? Мы прислоняем уже готовую доску. На доске еще не готовой. Прикладываем к ней вилку чертилки. В зависимости от того, насколько кривая доска, мы можем взять либо более узкую, либо более широкую вилку, чтобы все неровности попали у нас в эту вилку. В данном случае у нас не очень неровная доска. Она уже начерно была обтеса, она очень давно когда-то. Теперь мы будем обтесывать начисто. И вот проводим черту. Получается ровная линия. После чего мы можем отложить в сторону нашу готовую доску и инструмент. Взять такую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь операция называемая доска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно приложить теперь доску. Получаем, в общем-то, начерно уже почти ровный край доски. Дальше это выводит уже либо рубанком, либо скобелем. На этом все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА